Здравствуйте, дорогие первоклассники! Рада вас вновь приветствовать на уроке русского языка. Перейдем к теме нашего урока. Сегодня мы познакомимся с рассказом, сказкой Николая Сладкова «Загадочный зверь». Открывайте, пожалуйста, свои учебники, будем вместе читать и разбираться, что за загадочный зверь. Готовы? Тогда начали. Итак, кошка ловит мышей, чайка ест рыбу, мухоловка мух. Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты. И слышу я голосок. Угадай, кто я? Я ем жуков и муравьев. Я подумал и твердо сказал. Дятел, вот и не угадал. Еще я ем гусениц и личинок. Гусениц и личинок любят дрозды. А я не дрозд. Еще я грызу сброшенные лосями рога. Тогда ты, наверное, лесная мышь. И вовсе не мышь. Бывает, я сама ем даже мышей. Мышей? Тогда ты, конечно, кошка. То мышка, то кошка. И совсем ты не угадал. Покажись, крикнул я и стал вглядываться в темную ель, откуда слышался голосок. Покажусь, только ты признай себя побежденным. Рано, ответил я. Иногда я ем ящерицу, а изредка рыбу. Может, ты цапля? Не цапля. Я ловлю птенцов и таскаю из птичьих гнезд яйца. Похоже, что ты куница. Не говори мне про куницу. Куница мой старый враг. А ем я еще почки, орехи, семена елок и сосен, ягоды и грибы. Сдаешься? Спросил голосок. Ветки качнулись, раздвинулись. И увидел я белку. Запомни, сказала она, кошки едят не только мышей. Чайки ловят не только рыбу, а белки грызут не только орешки. То есть по одному питанию или по одному тому, что ест тот или иной зверек, невозможно догадаться о том, кто он. Так как и у зверей пища бывает, ребята тоже разнообразны. Давайте постараемся ответить на вопросы, данные к этой сказке. Сколько героев участвует в разговоре? Прочитайте текст по ролям. Если вы заметили, вопрос задавал автор, а отвечала белочка. Но об этом мы узнали только в конце. Мы слышали, ребята, разговор двух персонажей. Разговор двух персонажей называется диалогом. Вам предлагают прочитать текст по ролям. Вы можете прочитать этот текст с кем-нибудь из своих друзей. А еще, ребята, у вас в учебнике предлагается выполнить кластер со словом белка. Давайте вспомним, что белочка ела, и с этим составим кластер. Итак, когда мы читали текст, мы прочитали, что белочка ест гусениц и личинок. Потом мы узнали, что она ест ягоды и грибы. Также она ловит и ест мышей иногда. Сброшенные рога лосей она ест. Ловит жуков и муравьев. Иногда таскает птичьи яйца. Ловит ящериц и ест их. И, конечно же, грызет орехи и семена елей и сосен. Все это, ребята, входит в рацион нашей белочки. Перечитайте этот рассказ еще раз и постарайтесь самостоятельно ответить на вопросы. А у нас еще одно стихотворение, с которым мы должны сегодня познакомиться. Оно называется «Удивительная кошка». Автор этого произведения Даниил Хармс. Давайте прочитаем и посмотрим, в чем же наша кошка удивительная. Несчастная кошка порезала лапу. Сидит и ни шагу не может ступить. Скорее, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. Как вы думаете, ребята, для чего нужны воздушные шарики? Как мы видим на рисунке, шарики привязали кошки. И сразу столпился народ на дороге, шумит и кричит и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. Как мы видим, воздушные шарики привязали кошки из-за того, что она не могла наступать на одну из своих лапок. Давайте постараемся ответить на вопросы к стихотворению. Что произошло с кошкой и помогут ли кошке воздушные шарики? Из первой части стихотворения мы узнали, что кошка порезала свою лапку. Значит, ответом на первый вопрос будет, что кошка порезала лапку. Второй вопрос. Помогут ли кошке воздушные шарики? В четверостишем мы заметили, что кошка отчасти идет по дороге, а отчасти по воздуху плавно летит. И мы можем сказать, что шарики помогли нашей кошке не наступать на больную лапку. А мы с вами, ребята, переходим к грамматическому материалу нашего урока. На предыдущем уроке мы с вами говорили о том, что в конце предложения ставится точка, вопросительный знак или же воскрицательные знаки. А когда ставятся эти знаки, мы об этом поговорим сегодня. Предложения, ребята, могут содержать сообщения, могут содержать вопрос или же приказ. Давайте постараемся определить это. Составим предложение про белочку. Белочка грызет орехи. В этом предложении мы получаем, ребята, информацию. В конце такого предложения ставится точка, то есть это предложение содержит обычное сообщение. Второе предложение. Что любит белочка? Мы услышали вопрос, а значит данное предложение содержит вопрос. И, наконец, третье предложение. Выходи, белочка. В этом предложении мы услышали приказ. Вот так по смыслу различаются наши предложения. Содержит сообщение, вопрос или же приказ. Давайте выполним упражнение 1 на страничке 147, чтобы закрепить наш материал. Нам нужно рассмотреть картинки и прочитать отрывки из сказки Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Итак, первая картинка. Мы видим, что старик вернулся к старухе и рассказывает ей о том, что произошло. Воротился старик к старухе, рассказал ей великое чудо. Наверное, вы уже догадались, что это предложение содержит сообщение. Совершенно верно. Перейдем ко второй части. Здесь мы видим, что он позвал рыбку и о чем-то ее просит. А слова у нас здесь такие. Приплыла к нему рыбка и спросила, чего тебе надо, старчик? В этом предложении, ребята, мы слышим вопрос. А значит, оно содержит вопросы. И, наконец, третье предложение. Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольной царицей. Мы слышим приказной тон нашей старухи, а именно в первом предложении воротись, поклонись рыбке. Значит, это предложение, ребята, содержит приказ. Мы можем сказать с точностью, что первое предложение содержит сообщение, второе вопрос, а третье – приказ. У вас в упражнении также записано. Спешите предложение, которое содержит приказ. Наверное, вы уже догадались, что вам нужно будет списать третью часть этого упражнения. Предложение, ребята, также делится на две группы в в зависимости от того, как они произносятся, то есть по интонации. А именно, они бывают восклицательные – это те предложения, которые мы произносим с большим чувством, с радостью, с большими эмоциями. И невосклицательные – это предложения, которые мы спокойно произносим. Давайте постараемся определить такие предложения в упражнении 1 на страничке 148. Если мы прочитаем, мы увидим, что у нас здесь два предложения. Первое – ученики идут в школу. Это предложение я произнесла спокойно. И второе предложение – сегодня отличная погода. Как вы видите, это предложение я произнесла с большим чувством. И в конце такого предложения ставится восклицательный знак. Еще раз сделаем вывод. Предложения, которые мы произносим спокойно, называются невосклицательными. Те предложения, которые мы произносим с большим чувством, называются восклицательными. У вас в учебнике есть сведения. По интонации предложение делится на восклицательные и невосклицательные. Восклицательное предложение произносится с особым чувством, удивлением, радостью и так далее. И в конце такого предложения ставится восклицательный знак. Мы видим здесь пример «я люблю свою родину». Это, ребята, восклицательное предложение. Сегодня мы познакомимся с новым словом, которое нам нужно будет добавить словарики. А слово это русский. Мы не раз встречались с этим словом, так как мы с вами встречаемся на уроке русского языка. В этом слове у нас удвоенная буква «С». Запишите, пожалуйста, его словарики и запомните его написание. А для самостоятельной работы, ребята, я вам предлагаю выполнить упражнение «Три» на страничке 147. Это упражнение связано с рассказом «Загадочный зверь». Вам нужно будет оттуда выписать предложение. Одно предложение, которое содержит приказ, два предложения, которые содержат вопрос и два предложения, которые содержат сообщение. А со странички 148 вам нужно будет выполнить упражнение «Три». Вам нужно будет составить предложение со словом «Кошка». Одно из предложений будет восклицательное, а второе – невосклицательное. Я думаю, вы с этим справитесь. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие первоклашки! Рада вас вновь видеть! Мы сегодня с вами продолжим изучение темы «День, неделя, месяц». Вначале давайте вспомним, дорогие друзья, сколько в неделе дней. Правильно, в неделе семь дней. Давайте вместе назовем название дней недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Правильно, друзья, сегодня мы с вами познакомимся с такими понятиями, как месяц. Друзья, месяц состоит из дней, а год из месяцев. В году 12 месяцев. Первый месяц года – январь, а последний – декабрь. В году 4 времени года, а в каждом из них по 3 месяца. Давайте внимательно посмотрим на картинку, которая дана в ваших учебниках, и пообсуждаем. Мы с вами узнали, что месяц состоит из дней. Ребятки, в каждом месяце 30 либо 31 день. Исключение составляет месяц февраль, в котором обычно бывает 28 дней, но через каждые 4 года в феврале бывает 29 дней. И тот год, когда в феврале 29 дней, называют високосным годом. Запомните это, друзья. Год состоит из месяцев. Давайте внимательно посмотрим, ребятки, на картинку. В году 12 месяцев. Первый месяц года – это январь. Давайте с вами посмотрим. Мы на картинке видим, какое время года. Правильно, у нас изображена зима. Давайте определим, какие зимние месяцы мы с вами знаем. Это декабрь, январь, февраль. Это 3 зимних месяца. Ребятки, давайте с вами также повторим, что вы знаете о временах года. У нас 4 времени года. Их также называют сезонами. Каждое время года состоит, как мы уже отметили ранее, из 3 месяцев. Зимние месяцы – это декабрь, январь, февраль. После зимы у нас наступает весна. Весенние месяцы – это март, апрель, май. После весны у нас наступает лето. Давайте посмотрим, какие летние месяцы мы с вами знаем. Июнь, июль, август. Ну и, наконец, после лета у нас наступает осень. Какие осенние месяцы мы знаем? Сентябрь, октябрь, ноябрь. Правильно, ребятки, запомните эту информацию. Теперь давайте ответим на вопросы умного цыпленка. Какой сейчас месяц? Друзья, верно вы говорите, сейчас у нас с вами месяц май. Какой месяц будет через 2 месяца? Если у нас сейчас май, то через 2 месяца – это какой месяц получается? Июнь, июль. Правильно, будет июль. Какой месяц будет через 3 месяца после января? Давайте с вами найдем январь и определим через 3 месяца, какой у нас месяц будет. Раз, два, три. То есть через 3 месяца у нас будет апрель. Какой месяц будет за 2 месяца до сентября? Давайте найдем сентябрь. За 2 месяца до сентября, то есть мы с вами должны двигаться в обратном направлении. Раз, два. За 2 месяца до сентября у нас получается месяц июль. Теперь выполним следующее задание. Айнур все дни недели, кроме среды, пятницы и воскресенья посещает кружок рисования. Сколько дней в неделю он находит кружок рисования? Ребятки, нам по условию сказано, что она кроме среды, пятницы и воскресенья. Среда, пятница и воскресенье, это получается 3 дня. 3 дня она не посещает кружок рисования, а в остальные дни она посещает. Значит, сколько дней в неделю она ходит на эти кружки? Мы с вами знаем, что в неделе 7 дней. Из 7 дней 3 дня она на эти кружки не ходит. Значит, чтобы найти количество тех дней, когда она посещает кружки, мы должны из 7 вычесть 3, получаем 4 дня. Значит, 4 дня Айнур посещает кружки рисования. Выполним следующее задание. Анар летом читал каждый месяц по 2 книги, а в остальные месяцы по 1 книге. Сколько книг прочитал Анар летом? Ребятки, мы с вами знаем, что летние месяцы – это какие? Мы чуть ранее с вами сказали. Летние месяцы – это июнь, июль, август. Вот в эти месяцы Анар читает по 2 книги. 3 летних месяца, и в каждой из них он читал по 2 книги. Изобразим это таким образом. А в остальные месяцы, дорогие друзья, мы с вами знаем, что в году 12 месяцев. Чтобы найти остальные месяцы, мы с вами должны из 12 вычесть 3 летних месяца. 12 минус 3, получаем 9 месяцев. Значит, у нас остается 9 месяцев. Вот в эти 9 месяцев каждый месяц он читал по 1 книге. Значит, всего за 9 месяцев он прочитал сколько книг? 9 книг. А за летние месяцы сколько он книг прочитал? Давайте найдем. Ведь каждый месяц летний он читал по 2 книги. Значит, 2 плюс 2 плюс 2. Получаем сколько? 6. Зная, что он 6 книг прочитал за летние месяцы и 9 книг прочитал за остальные месяцы, найдем общее количество прочитанных книг. Для этого мы к 9 прибавим 6. 9 плюс 6 равно 15. 15 книг прочитал Анар. Выполним следующее задание. Эль-Хан пришел в школу раньше Лалы. Самир пришел после Лалы. Но раньше Айнур. Кто пришел в школу первым, а кто последним? Ребятки, давайте выделим имена этих детей, чтобы нам было легче определить, кто пришел первым, кто пришел последним. Эль-Хан выпишем заглавную буковку Э. Дальше Лала выпишем буковку Эль. Самир выпишем буковку С. И Айнур выпишем буковку А. Вот мы с вами первые буквы имен детей выписали. Теперь смотрим. Эль-Хан пришел в школу раньше Лалы. Но Самир пришел после Лалы. Вот Самир, он пришел после Лалы. Но раньше, чем Айнур. Значит, друзья, кто же пришел в школу первым? Конечно, это Эль-Хан. А кто пришел последним? Конечно, это Айнур. Правильно. Теперь откройте рабочие тетради на страничке 57 и выполним ряд заданий. Шестое задание. Вставь пропущенные слова. Сегодня 5 мая. Вчера было какое мая? Если сегодня 5 мая, то вчера, конечно, было четвертое. Верно. Четвертое. Запишем это слово. Четвертое мая. Завтра будет какое мая? Если сегодня 5 мая, то завтра, конечно, друзья, будет 6 мая. Запишем слово «шестое». Теперь выполним задание номер 7. Установи соответствие и соедини линиями. Мы должны с вами найти лето, весну, зиму и осень. Где же у нас лето? Конечно, лето – это когда детки купаются в море, солнце ярко светит. Соединяем эту картинку со словом «лето». Теперь найдем, где же у нас весна. Правильно, вот она, полянка, ласточки летают, дети ловят бабочек. Вот она наша весна на третьей картинке. Теперь найдем, где же у нас зима. Зима, зимой все дети лепят снеговика, играют снежки. Вот она, первая картинка. Соединяем со словом «зима». Ну и, наконец, найдем осень. Что мы видим на второй картинке? Как с деревьев опали листочки. Листочки поменяли свою окраску. Они желтые, красные, оранжевые. Они уже высохли, листочки. Правильно, вот она наша осень. Соединяем со словом «осень» вторую картинку. Дорогие друзья, на этом очередной наш урок математики подошел к концу. Напоследок, для самостоятельной работы хочу вам дать задание. В рабочих тетрадях на страничке 57 выполните задания номер 8, 9 и 10. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok